добрый день опять прямом эфире добрый день дорогие друзья здравствуйте всем сегодня опять у меня радостный день потому что я позвала на интервью очень чудесных умных светлых людей из германии они бизнесмены но по профессии вот валерий соломка он врач терапевт ольга до ольга очень опытный специалист по сохранению здоровья и у нее тоже есть салон красоты в германии и она специалист тоже по восстановлению здоровья и по разным терапевтическим вопросам как сохранить молодость красоту и так далее и я хочу представить этих чудесных людей чтобы они поделились своим опытом как они начали эту карьеру с природными веществами как они начали почему вы они выбрали этот путь и как складывается дела сейчас мире что творится и что в наших руках какие ценности прошу вы сами там передайте друг другу микрофон и познакомьтесь с собой благодарим благодаря винета да нам очень крупно повезло сегодня потому что прямом эфире с другой стороны мы вообще живем в германии сейчас мы находимся в объединенных арабских эмиратах город дубай температура плюс 31 градус сегодня но винета попросила поделиться поэтому мы с радостью будем делиться той информацией теми практическими навыками которые мы прошли испытали все на самих себе да так я передаю слово моей супруге оля тебе пожалуйста слово в отношении того как ты пришла к там к пониманию того что нужно своим здоровьем заниматься какие методы ты для этого и инструменты используешь и результаты твои той деятельности которой ты занимаешься на протяжении уже больше десяти лет ольга всем здравствуйте хочу поделиться тем что в компании мы уже 14 год и это очень радует потому что при свои 35 лет я почувствовала себя как уже старая бабушка вся разваленная так как работа моя парикмахерские салоны то химия те запахи они просто потихоньку скажем так убивали организм изнутри вот придя коралловый клуб я поняла что красота должна быть не только изнутри мы делаем с вами стрижки прически там занимаемся лицом кожей но вся причина изнутри почему мы рано люди рано стареют морщины появляются и когда я начала заниматься вопросами изнутри это концепция кораллового клуба напоить наш организм дать нужное количество воды очистить от токсинов и накормить как только это прошло все на себе я почувствовала супер классные результаты например была проблема с кожей лица постоянно вот 35 лет такой знаете как подростковый возраст проблемы на лице прыщики бесконечная ну то есть это говорило о том что токсины в кишечнике они просто по всей коже варикозное расширение вен мочеполовая система ну как она друг за дружкой тянула на себя и пройдя вот концепцию по концепции буквально первые три месяца я почувствовала себя намного лучше ну не то что намного как будто заново родилась вот я делала делаю два раза больше устаю два раза меньше и сейчас тоже в германии у нас салон красоты и когда мы открывали салон красоты сразу мы сделали такой концепт что красота не только из снаружи но изнутри и люди клиенты которые приходят к нам на обслуживание чтобы поддержать как-то вот в разговоре не говорить обо всем и ни о чем мы говорим конкретно вот я выслушиваю человека потому что парикмахер это тоже большой психолог и самое главное выслушать человека и дать ему то что нужно да то есть помочь в нашем случае потому что люди идут парикмахерскую как хочешь что-то поменять да начни себя но это не значит что сверху мы причесались и все то есть это в наши внутренние позывы до психология мы хотим что-то изменить но и в этот момент включаемся мы специалисты и помогаем человеку выйти из того состояния чтобы выросли крылья за плечами чтобы он что-то начал с собой делать например пить ту же самую воду мы учим нашем салоне красоты людей также пить воду очищаться и когда люди через месяц через два приходит я смотрю насколько у них меняется в жизни все они только вот волосы становятся крепче и краше лицо светлее глазки блестят но и у них меняется в жизни ситуации событий нас совершенно другая происходит очень очень интересно и кто еще не в коралловом клубе призываю начать прийти к нам нас очень интересно и вы получите самые сильные такие вот неожиданные хорошие результаты но так вот коротко благодарю да благодарю ольга ну вкратце о себе я врач по специальности закончил медицинский институт военно-медицинский факультет очень долгое время в медицине но знаете когда сам лечишь кого-то а у самого вопросы по здоровью я приехал в германию 1986 году в качестве военного врача после окончания военно-медицинского факультета да ну и за 6 лет я набрал плюс 18 килограмм вроде бы за один год три килограмма это немного но когда это за 6 лет плюс 18 килограмм конечно это очень хорошо ощущал на себе то есть когда мне было 38 лет мой биологический возраст был плюс 17 лет 55 лет ну естественно когда головные боли когда давление начинает повышаться когда вопросы по внутренним органам когда вопросы с костно-мышечной системы с позвоночником начинаешь думать слушай тебе только 33 тогда мне было 33 года да и думаешь елки-палки только 33 года те еще впереди столько жизни да и когда ушел из жизни мой папа 64 года тоже были первые колокольчики да но и в отношении еще говорят это наверное избыточный вес и гипертония это скорее всего наверное генетическое наследственное да почему потому что папа было 120 килограммов у мамы 100 килограммов я прекрасно понимал что мне светит то же самое да но и когда папа ушел из жизни от инсульта ушел из жизни буквально за несколько минут и мамы гипертония гипертония у папы то есть я уже прекрасно понимал что то же самое и меня ждет я начал искать. И когда человек ищет, естественно, появляются определенные возможности. И вот, когда я пришел в компанию Коралл Клаб, когда мне показали очень простые, очень простые шаги напоить нашу клетку, то есть пить живую классную щелочную воду. Извини, пожалуйста, как ты пришел? Вот кто тебя, как тебя взяли? Окей. Ну, скорее всего, не меня взяли, наверное, я сам искал, потому что перед Коралл Клабом была другая компания. В той компании я пробыл два с половиной года. Ну, единственное, что там продукция тоже классная, очень классные качественные биологически активные добавки, корректоры питания. Единственное, в той компании не было статических соображений, я не буду говорить, какая это была компания. Я там пробыл ровно два с половиной года. Аллергию свою я успешно решал в кавычках, ну, процентов на пять я решил эти вопросы. Да, и вот, когда я видел, что вроде бы я все делаю правильно, но результата такого, как мне бы хотелось, я не получал, естественно, я начал искать дальше. И вот, когда человек ищет, просто появляются те возможности. Когда я лежал в госпитале очередной раз со своими обострениями хронических заболеваний, я познакомился с одной девушкой, которая просто сказала, слушай, есть нетрадиционный метод оздоровления, есть живая вода, есть система очистки, есть противопаразитарная программа, будешь все делать, у тебя будет все отлично. Я говорю, слышь, отлично. Уже мне почти 38 лет, какой отлично, я уже не ожидаю, что может быть вообще в моей жизни чего-то хорошее. Да, ну и чтобы прийти к состоянию здоровья, я естественно начал заниматься голоданием, обливанием, очистками, чистил печень, кишечник, лимфа. Это еще было до всего того, когда еще находился в медицине. Да, ну и естественно, я не говорю, что это плохо или это хорошо. Всяком случае, я уже что-то начал делать для своего состояния здоровья. Ну и когда я проходил очередную очистку, там где-то я голодал до 10 суток, у меня что-то очень сильные боли в печени пошли. И вот я спешу на военную службу, там где-то километр был от моего места жительства до места дислокации воинской части, где служил я. И тут меня вдруг хватает с правой стороны, правой подреберь. Я останавливаюсь, почти присаживаюсь на корточке. Ну я по форме иду, майор медицинской службы, вокруг меня люди все начали останавливаться, думают, мало ли что с молодым человеком происходит, подходят ко мне. Товарищ майор, может вам помочь надо чем-то? Я говорю, видите, все в порядке, мне так стало неудобно. Это, наверное, было последним камнем преткновения, который подвиг меня к тому, чтобы я в действительности начал лицом смотреть в состояние своего здоровья. Ну и когда человек ищет возможности, появился человек, в данном случае то, что я вам сказал, дал мне информацию. Я, конечно, как за соломинку ухватился, фамилия Соломка, да, хвататься за соломинку. Да, поэтому, когда я начал эту программу, во всяком случае, после третьей системы очистки, система очистки называется коловада, после прохождения поэтапной программы очищения от паразитов, избавления от ядов, шлаков, токсинов в кишечнике, в печени, в почках, знаете, моя аллергия куда-то бесследно исчезла на 9 месяц. То есть очередь до моей аллергии ушла на 9 месяц. И когда через 9 месяцев я пришел на контрольное исследование, оказалось, что у меня две трети моих дианозов куда-то бесследно исчезли. Я для себя прекрасно понимал, что это невозможно, что никакие химические пилюли, никакие аптечные препараты это сделать абсолютно не могли, потому что я до этого конкретно занимался своим здоровьем. И когда я приходил к моим коллегам, говорю, ребята, помогите, потому что я уже устал. Я прихожу на работу после обеда, у меня глаза закрывались, приходят люди ко мне, Валерий Васильевич, помогите мне. И думаю, кто бы помог бы мне? Это на самом деле, как и в анекдоте, врач, помоги себе сам. Ну, к сожалению, врачи стали заложниками той системы, в которой они находятся, я в том числе, в которой находился. Поэтому для каждого человека есть на сегодняшний день просто шанс быть молодым, красивым, здоровым, счастливым и успешным. И во главе угла всего этого, конечно, стоит здоровье. То есть в Коралловом клубе в данном случае я хочу просто сказать, система полноценного питания, система правильной воды, система очистки, система противопаразитарной программы. То есть для того, чтобы быть человеку здоровым, все, что ему нужно. Это правильная вода, биологически доступная, слабочелочная, структурированная, минерализованная. Это правильно, полноценное, сбалансированное питание, которое поступает на чистое тело. Чистое тело подразумевает. Чистый кишечник, чистая печень, чистые почки, правильно функционирующая лимфатическая система, отличное качество крови. Поэтому, когда у человека все показатели, про которые я сказал, приводятся в норму, автоматически, аллергии, всекожные проблемы, фронтиты, гаймориты, простудные заболевания, они автоматически просто куда-то уходят. Мы уже в коралловом клубе около 15 лет. За это время мы уже забыли про аптеки, мы забыли про лекарственные препараты. Если мы ходим в аптеку, мы ходим только за бинтиком, зеленкой и йодом. Все. Все остальное нам дает природа. Поэтому, ребята, те, которые для себя, может быть, решение еще не приняли, которые, может быть, ищут в поисках, что же можно сегодня делать в этой непростой экологической обстановке, эпидемиологической обстановке. Про это чуть-чуть позже тоже остановимся, я думаю, да, Венета? Отношение того, что происходит на сегодняшний день в мире. Да, мы сейчас на отдыхе, понятно, солнце, свежий воздух, вода, морской воздух. Здесь ситуация совершенно другая. То есть мы просто радуемся жизни. Да. Но каждый из нас потом вернется в страну проживания. В данном случае мы возвращаемся в Германию. Поэтому нужно знать простые элементарные вещи. Что же нужно сделать для того, чтобы иммунная система, даже если что-то внедряется внутрь в организм человека, чтобы она дала достойный отпор. И на сегодняшний день мы просто знаем то, что мы делаем на самих себе. Эта система уже испытанная, проверена тысячами, десятками, сотнями тысяч людей. И про эту систему, я думаю, мы сегодня тоже с вами поделимся. Ну так вот, наверное, по истории знакомства достаточно. Хотя я могу еще очень много рассказывать. Просто ценю наше время с вами. Винета, может поговорим сейчас про эпидемиологическую обстановку? Да. Как уже Валерий говорил, мы тут нет никаких лечебных средств. Тут просто система здорового образа жизни. И заодно укрепляется иммунитет. Это единственное, которое, что нам надо знать в эти времена, когда на нас что-то нападает. Да? Как будто до этого на нас ничего не нападало. Да? Все время были вирусы. И я уверена, я знаю, что эти вирусы, они мутируются. Это уже не первый раз. Это всегда. Мы же не будем сейчас в бункерах жить, да? Под землей вечно. Да? Мы можем, но тогда мы умрем очень быстро. И нам надо понять, что мы все равно живем в открытом мире. Мы будем все равно через месяц, два, через полгода мы будем путешествовать. И опять мы будем соприкасаться с многими-ногими бактериями, вирусами. Это просто неизбежный процесс. Это ежедневный процесс. Единственное, что нам надо понять, как работает наш иммунитет, что ему надо давать, чтобы мы были бы защищены. И у нас не было никаких там хронических воспалений, которые потом нам делают какие-то плохие вещи в организме. Так что надо понять, что мы не закроемся навечно от этого мира. Этот мир открыт, и мы тоже открыты, и мы же хотим жить полноценную жизнь. Правильно? Так что рано или поздно все равно каждому человеку надо будет узнавать эту концепцию, как себя защитить, как защитить свою каждую клеточку, как ее накормить. Так что, может быть, Валерий, немножко тоже скажи по этому поводу пару слов. Да. Да, очень хорошую тему затронула Венета. Благодарю. Да, ребята, смотрите, все гениальное просто. Вопрос сегодня даже не в том, что нужно делать для поддержания своего тела, потому что мы живем в мире, мы в этом мире не одни. Вокруг нас, естественно, есть и бактерии, и грибки, и просеющие другие паразиты. И наша задача на сегодняшний день просто научиться ставить щит перед собой, научиться показывать этим братьям, в кавычках, нашим меньшим, хотя братьями назвать их, конечно, не совсем язык поворачивается, потому что когда уходят люди из жизни, из-за того, что блокируется дыхательная система, из-за того, что наступают фиброзные изменения в легких, из-за воздействия вируса. Да, поэтому хочется все-таки поговорить о том, что же нужно человеку делать для того, чтобы всегда оставаться здоровым. Не так от случая к случаю, к примеру, возникла какая-то вспышка инфекционных заболеваний, того же самого коронавируса на сегодняшний день. Сегодня коронавирус, завтра будет мутация других вирусов, вирусы гриппа, там тоже тысячи разновидностей их есть. Свиной грипп, птичий грипп, неважно, какие гриппы, неважно, что в мире происходит, на сегодняшний день просто надо научиться поддерживать состояние своего здоровья, в том числе иммунной системы на достаточно высоком уровне. Почему я говорю сегодня об этом? Мои профессиональные знания, мой практический навык, еще раз говорю, я сегодня буду общаться только на проверенных данных, те, которые я испытал себе, моя супруга, моя семья и уже тысячи довольных клиентов по всему миру. Мы сегодня не говорим про лечение того же самого коронавируса, заболевания. Мы сейчас будем, потому что специфического лечения, думаю, вы уже знаете, вакцины до сегодняшнего дня еще пока не создано, специфического препарата в лекарственных, в том числе, которые воздействовали бы на коронавирус, тоже на сегодняшний день просто не существует. Мы сейчас будем говорить о том, что же нужно делать для того, чтобы человек оставался дальше здоровым, чтобы его иммунная система функционировала так, как нужно, чтобы даже в случае, когда заходит вирус в организм человека, неважно, коронавирус, вирус гриппа, чтобы все было под контролем, чтобы человек сам контролировал свою иммунную систему, сам контролировал состояние своего здоровья и любые паразиты, любые вирусы, которые заходят, знали просто свое место. Потому что вы же прекрасно знаете, что смертность от коронавируса на сегодняшний день где-то до 4%, в зависимости от возрастной группы. Причем дети, дети из жизни не уходят. Есть такой простой анекдот, слушайте. Говорят, дети не уходят из жизни. Почему? Потому что они не читают газет, не смотрят телевизор. Это как анекдотически все оно звучит. Но тем не менее, прежде всего необходимо избавиться от паники. Почему? Потому что те страхи, которые внедряются в голову у человека, потому что этому способствуют еще средства массовой информации. Мы с первого дня, как сюда приехали, телевизор не смотрим. Если мы что-то смотрим, только позитивное, только радостное, веселое и счастливое. Кстати, вот здесь такого праздника нет, тоже впервые сегодня услышал. В России оказывается сегодня день счастья, день обнимашек. Поэтому, ребята, дарите себе, дарите людям, которые находятся вокруг вас, состояние позитива, радости, вдохновения и счастья. Все, что вы отдаете, вы получаете обратно. Вы знаете, вот люди негативные, которых что-то всю жизнь не устраивает, которых не устраивает правительство, которых что-то не устраивает в жизни, которых не устраивает их здоровье. Те, которые с негативным мышлением, вот по опыту просто делюсь, вот они чаще всего подвержены различного рода заболеваниям. Помните, такое есть выражение? Желчный человек, желчный человек. Почему желчный? Потому что желчный, злой человек, значит. Да, то есть уже научно доказано, что люди, которые агрессируют другим людям, которые плохо относятся к другим людям, которые все время злые, недовольные чем-то, они имеют проблемы с печенью, проблемы с желчевыводящими путями. Как это не парадоксально звучит? То есть даже есть такое понятие, как психосоматика, то есть причина все-таки находится изнутри у человека. Поэтому возвращаемся к нашим баранам. Если у человека вдруг что-то с головой, он падает в панику, у него какое-то состояние непонятное, пожалуйста, в Коралловом клубе есть великолепный продукт, называется Грифония. Две капсулы утром за 30 минут до еды, две капсулы перед обедом за 30 минут до еды. Ребята, и у вас будет состояние полного спокойствия. На ночь по одной капсуле, пять капсул в день вы пьете, и вы уже будете знать, что ваша нервная система, она ограждена от различных паник, фобий, страхов и всего остального. То есть вы будете поддерживать состояние своего, психологическое состояние на должном высоком уровне. Когда у вас будет состояние вашей психологии, ваших мыслительных процессов на высоком уровне, когда вы будете контролировать свои мысли, не будете поддаваться панике, не будете поддаваться различного рода страхам и фобиям, ребята, гарантированно даю вам 100%, что вы будете здоровы. Почему? Потому что психология стоит во главе всего. Почему? Потому что научно уже доказано, люди, у которых высокий уровень серотонина, гормон счастья, есть эндорфины, энкефалины, сейчас не тема нашего разговора, они практически никогда ничем не болеют. Даже если что-то к ним внедряется, иммунная система дает очень мощный всплеск, и эти вирусы просто понимают, что им там делать нечего. Они просто выходят, потому что им в организме некомфортно. Иммунная система дает надежный отпор. Поэтому первое, позитивное мышление. Старайтесь избегать всех средств массовой информации. Потому что говорят, мне же надо об этом знать. Ну и что оно вам даст, кроме паники и страха? Если вдруг вам очень нравится смотреть телевизор, читать газеты и отслеживать статистику, не вопрос. Но перед этим выпейте пять капсул грифонии в день. И тогда ваше состояние психоэмоциональное будет от а до я, на очень высоком уровне. Это первое. Второе. В отношении масок. Различного рода есть взгляды на этот повод. Одни говорят, только с масками ходить надо. Другие говорят, маски не защищают. Не вопрос. Каждый выбирает для себя то, что считает нужным. Дальше. Когда вы находитесь вовне своего дома? Оля. Если даже вы носите маску, то рекомендуем вовнутрь маски накапать пару капель масла чайного дерева. Да. Масло чайного дерева это мощнейший антисептик. То есть для организма человека, когда вдыхает воздух, содержащий пары масла чайного дерева, это очень полезно. Для бактерий, для вирусов, частности, для коронавируса, который находится во внешней среде, еще раз подчеркиваю, вдруг проникнет к вам, это будет губительное. То есть если вы находитесь дома, можно включить аромалампу, да, накапать туда пара капель масла чайного дерева и атмосфера вокруг вас будет свободна. То есть она будет стерильная, скажем так. Кварцевание, не знаю, это на сегодняшний день помогает или нет. Но опять же, кварцевую лампу сегодня поставить в каждый дом, не знаю, насколько вы сможете сделать. В коралловом клубе есть масло чайного дерева. Это масло чайного дерева вы можете использовать как в виде ароматерапии, то есть у себя дома, на своем рабочем месте, если вы на работу еще ходите, да, не заблокированы ваши рабочие места. Да. Или когда вы находитесь, выходите за пределы дома, одеваете маску, в эту маску пара капелек масла чайного дерева. Это второе. Да, пожалуйста. У нас еще есть чудесный эму с чайным деревом, такой бальзамчик, да, можно намазаться туда, в носик, да, сюда. Вместо духов, да, использовать этот масло чайного дерева с эму. Да, очень существенное дополнение, да. Ну, мы продолжаем. Перед тем, как выходить из дома, коллоидное серебро. В полость носа, в ротовую полость, в ушную, в глаза можно закапать. Вопросов никаких нет. Во все слизистые оболочки коллоидное серебро. Дальше. Есть сильвергель, который тоже содержит частицы, нано-коллоидные частицы коллоидного серебра. Концентрация там очень-очень низкая, но за счет нано-коллоидов оно обладает просто великолепным действием. Поэтому носовую полость не буду показывать, носоковеряться не будем, конечно, да. Просто каждый из вас понимает, что защита должна быть у каждого человека. То есть, или коллоидное серебро, или сильвергель. Да, в обязательном порядке. Дальше. Масло чайного дерева с жиром страуса эму. То есть, нам надо защитить через наши дыхательные пути, чтобы вирус не зашел. Дальше. Щелочная вода. Почему щелочная? Потому что, научно доказано, в 1931 году Отто Варбург получил Нобелевскую премию за то, что он доказал, что раковые клетки в щелочной среде не размножаются. И оказывается, что раковая причина возникновения рака в тех же самых наших клетках, это агрессия тех же самых вирусов. К примеру, цитомегаловирус внедряется внутрь клетки, начинает там размножаться. Почему называется цитомегаловирус? Цита – это клетка, в переводе с латыни мегала – это большая, ну и вирус – это понятно. И когда вирус внедряется в клетку, клетка начинает увеличиваться в объеме, естественно, берут анализы на цитологическое исследование, рак-онколог смотрит, специалисты говорят, ну что, атипичная клетка, раз атипичная клетка, значит там есть рак. То же самое и здесь, ребята. Щелочная вода – это то, что губительно воздействует на все вирусы, бактерии, грибки, простейки, другие паразиты. Поэтому коралловая вода в двойной дозировке. Дальше, H-500 – это то, что создает тоже щелочную среду, то, что структурирует воду, то, что делает воду живой с оксилительным восстановительным потенциалом от минус 500 и выше. То есть, когда в организме находится правильная водная среда, это является мощным мотиватором для иммунной системы. Иммунная система, она там 5 видов есть иммуноглобулинов. Все эти иммуноглобулины могут справиться со своей функцией, могут не справиться со своей функцией. Весь вопрос в водной среде. То есть, наши клетки – это как рыбки, которые плавают в большом аквариуме. Когда в аквариуме правильно хорошая вода, когда эта вода периодически очищается, когда дается правильный корм рыбкам, они будут жить вечно. Ну, вечно, не вечно, в всяком случае, сколько отведено. Кстати, по поводу щелочной среды. Алексис Карлель, это тоже в интернете все эти данные есть, взял культуру сердца цыпленка и постоянно менял среду, в которой находились эти клетки. Эта среда была щелочная. И оказывается, что пересаживая клетки сердца цыпленка, сердце цыпленка жило больше 30 лет. Покажите мне, пожалуйста, может, вы видели курицу или цыпленка, который живет больше 30 лет. Я такого в своей практике еще не встречал. Куры столько не живут. То есть, этим экспериментом было доказано, что весь вопрос в среде, в которой находятся эти клетки. Так, правильно, мало кто знает. Один из сильнейших против вирусов, против кульковых средств. Окей. Чуть позже на вопросы ответим. Алексей, большое спасибо за комментарий. Да, поэтому, ребята, в обязательном порядке щелочная среда для поддержания внутренних средств. Что для этого нужно? Я вам уже сказал. Коралловая вода. В теплом виде, в обязательном порядке, если находитесь дома. Если вы находитесь за пределами дома, в обязательном порядке можно в термосе. Температура воды 40-50 градусов. Так, с этим мы тоже разобрались. Дальше. Иммунокорректоры, которые нужны для поддержания нашего состояния здоровья. В обязательном порядке. Жир, печень и акулы. В обязательном порядке. Малозиво. Ребята, это то, что на сегодняшний день является мощным иммунокорректором. Когда иммунная система функционирует так, как нужно, все вопросы по здоровью отпадают сами собой. Дальше. С профилактической целью. Целью. Паут-арка, кора муравьиного дерева, содержит в своем составе лопахол. Там, где произрастает это муравьиное дерево, люди даже раковым заболеванием не болеют. Причина одна очень простая. Лопахол, который содержится в муравьином дереве, в коре его. Оно обладает противовирусной, противобактериальной, противогрибковой активностью. Там люди его пьют просто как чай. Поэтому можно в виде капсул. Есть кора в чистом виде, есть кора с мате, есть кора с селеном. То есть, каждый выбирает для себя то, что ему нужно. Все они с активным действующим веществом в расчете 500 миллиграммов. Поэтому можно это все смело применять тоже. Дальше. Коллоидное серебро внутрь. Оно блокирует дыхательные ферменты вирусов. Блокирует все жизненно важные функции. То есть, для человека это очень хорошо, для клеток вируса это очень плохо. Поэтому в обязательном порядке можно и нужно делать то же самое. Профилактику. Да. Так что профилактика это самое лучшее средство и самая лучшая философия. Я еще хотела добавить, что ты упомянул жирные кислоты. Почему именно жирные кислоты нужно употреблять много в это время, потому что они формируют оболочку клетки. И чем она сильнее, тем она стабильнее. Она не пускает эти все вредные вещества внутри. Она наша защита. Так что не забудьте про жирные кислоты в большом количестве. Лучше всего выбрать жир печени акулы. Он в этом плане больше действует, но лецитин, омегу-3,60 это все годится в эти времена. Да. Я дополню сейчас тоже по этому вопросу. Да. Благодарю. Очень существенная корректировка. Да. Смотрите, дорогие друзья. Почему возникает сбой в лягочной системе? Почему наступают фиброзные изменения? Почему спадаются легкие? Почему больные при коронавирусе погибают не от коронавируса, а от осложнений, которые дает этот вирус? То есть, прежде всего, необходимо знать физиологию. Когда воздух поступает в альвеолы легких, это там, где происходит газообмен. Заходит кислород и выделяется углекислота. Альвеолы содержат сурфактант. Это специальное биологически активное вещество, которое в основном состоит из фосфолипидов. Поэтому, когда, да, вот сейчас нарисует, вам покажет, да. И когда человек... Защитная оболочка в каждой... Альвеолы есть, да. И это защитный слой внутренний, да, это состоит из... Он называется сурфактант, и он состоит из фосфолипидов. Да. И где же взять эти фосфолипиды? Коралллицитин в кораллом клубе есть, жир печени акулы тоже есть. В отношении питания. Те, которые любят маргарины, пожалуйста, исключите их вообще из рациона, потому что там сплошная химия. Все, что нужно вам, это масло крестьянское, масло сливочное, масло фермерское. Не знаю, в какой стране вы живете, различные названия могут быть. Суть не в названии. Суть в том, что жирность этого масла должна быть минимум 82,5%. Если там процент содержания жира ниже, ребята, это просто слитые деньги в унитаз. Там жирных кислот нет, там в основном вся химия. Из нефти делают, добавляют туда красители, усилители вкуса, цвета, запаха, и все. И вы просто кушаете химию, надеясь на то, что вы получаете жирный кислот. На самом деле там жирных кислот никаких нет. Это первое. Дальше, тыквенные семечки. Кому нравится, 4-5 чайных ложек в день. Дальше, масло конопли, оливковое масло. Вот это вот то, что помогает в создании защитной оболочки сурфактанта в альвеолах легких. В обязательном порядке помните об этом. Да, ну естественно, в отношении правильного питания, давайте мы еще остановимся на таком важном факторе, потому что я уже вам сказал, что на сегодняшний день люди все в страхе. Да, пандемия, да, уже объявила Всемирная организация здравоохранения об этом. Вопрос не в том, что она объявила. Рано или поздно это все закончится. 4% смертности. Люди, которые зрелого возраста, уйдут, может кто-то раньше, кто-то позже, вопросов никаких нет. Придет время, люди зрелого возраста тоже уйдут. Но когда я думаю о своих родителях, родители, к сожалению, уже ушли. Есть живая теща, и мы на сегодняшний день думаем о наших родных и близких. О том, что им нужно дать первое, систему питания, второе, правильную воду, третье, очистку организма сделать для того, чтобы независимо от того, в какой эпидемиологической обстановке мы находимся. Или сегодня пандемия вируса, или сегодня мы свободны от всех абсолютно вирусов, никаких вспышек, никаких инфекционных заболеваний нет. На сегодняшний день мы говорим о том, что человек обязан, обязан, еще раз подчеркиваю, быть здоровым. Если вы откроете священное писание, нигде не написано, что человек должен быть больным, что он должен страдать все время. Нет, еще раз нет. Каждый из нас выбирает свой путь. Поэтому наша сегодняшняя главная задача показать вам тот путь, которым идет Виньета и тысячи уже довольных клиентов по всему миру. Которым идет Ольга, к которым иду я. И тысячи уже, десятки, сотни тысяч людей, которые остаются здоровыми. И вопрос на сегодняшний день в том, человек защищен или не защищен. Если человек защищен, если человек соблюдает концепцию здоровья, если у человека правильное, полноценное, сбалансированное, качественное питание, про которое я вам сейчас тоже несколько слов еще скажу, то умереть от коронавируса, шансы точно такие же, как будто бы нормальный, обычный человек идет по улице, тут вдруг метеорит падает ему на голову и человек уходит из жизни. Можете себе представить, что человек идет по городу и тут вдруг ни с того ни сего с неба падает метеорит или камень падает на голову. Это шанс один из миллиардов, наверное. Вот то же самое здесь, ребята. Ничего бояться не надо. Все находится внутри вас. Все находится в том понимании, что нужно делать каждый Божий день для сохранения, восстановления и укрепления своего здоровья. Самое важное, что я хочу вам на сегодняшний день подчеркнуть, сфокусировать ваше внимание. Не надо поддаваться панике, не надо думать о том, что это может тронуть вашу семью, может тронуть ваших родных и близких, может тронуть ваших родных и знакомых. На сегодняшний день есть уже отработанная система. Я уже подчеркнул, повторюсь еще один раз. Если иммунная система находится в достаточно напряженном виде, то есть иммунная система сильная у вас, никакой вирус, в том числе коронавирус, вам не страшен. Потому что если бы смертность наступала в 100% случаев, можно было сразу заворачиваться в простыню и ползеть на кладбище. Но к счастью, к счастью, 96% людей переболевают и остаются здоровыми после этого. Вопрос на сегодняшний день в том, вы войдете в статистику 4% людей, которые уйдут из жизни или 96% людей, которые даже если что-то прицепляется к ним, 1-2-3 дня максимум и они дальше становятся здоровыми и живут дальше полноценной, здоровой жизнью. Поэтому наша с вами главная задача концептуально подойти к своему здоровью. Причем возраст ваш не играет абсолютно никакой роли. Исходное состояние вашего здоровья не играет абсолютно никакой роли. Я вам уже рассказывал, что когда мне было 38 лет, мой биологический возраст был плюс 17 лет, мне было 55. Есть специальные весы, называются Тонито, японцы разработали их. Я остановился на свои весы, у меня волосы становились дыбом. По одной простой причине. Думаешь, елки-палки, только начинается жизнь. Тебе только 38 лет, а тебе плюс 17 уже, ты уже пенсионер. И вот благодаря той системе, в которой находимся мы уже больше 15 лет, мой биологический возраст на сегодняшний день, я 63-го года рождения, минус 17 лет. То есть реально за эти 15 лет у меня ушло 32 года. Ребята, покажите мне хоть одну систему, покажите мне хоть кто-то может что-то знает, или одну больницу, или одну поликлинику, или одно химическое какое-то препараты, которые помогли человеку за 15 лет стать моложе на 17 лет. А учитывая то, что у меня в 38 было уже 55, то реально минус 32 года. Ребята, покажите мне это, в комментариях напишите. Если у вас такое есть, мы с радостью тоже это возьмем на вооружение. Ну и плюс к этому в отношении питания. Ребята, полноценное, сбалансированное, качественное питание, это не значит, что вы пошли в магазин, купили палку колбасы. Колбаса клеткой нашей не воспринимается. Все, что нужно нашей клетке, есть код клетки, есть те питательные компоненты, которые усваивает наша клетка. Это аминокислоты, с которых строится в том числе иммунная система. Что нужно в этом случае вам пить? Кушать именно. Это коралл, это спирулина, это премум спирулина в кораллом клубе это есть. Дальше, это коралл хлорелла, это коралл люцерна. То есть те компоненты, те продукты, которые содержат полноценный белок. Полноценный белок это то, с чего строятся наши все клетки, с которой строится мышечная система, с которой строятся клетки сердца, с которой строится иммунная система. Когда у вас есть достаточное количество полноценного белка, ребята, иммунная система будет функционировать так, как нужно. Это первая позиция. Вторая позиция, в обязательном порядке нужны минералы. То есть есть пренатал, витамины для беременных. Ну, когда я вопрос задал, почему это именно для беременных, почему это мужчинам нельзя применять? Мне Ольга Алексеевна Бутакова, академик Международной академии здоровья, сказала, Валера, очень классные вопросы, почему нет? Конечно, мужчинам тоже можно ее пить, да. Дальше, Altimate есть сбалансированный комплекс, комплекс 24 на 7. Я сейчас говорю про те продукты, которые содержат полноценный минеральный состав. Следующее, омега-3, омега-6, омега-9. В обязательном порядке должны присутствовать. Первое, для того, чтобы дать полноценные строительные кирпички для сурфактанта, которые находятся в легочной ткани. И плюс любая оболочка наших клеток состоит из трех слоев. Снаружи и внутри находится липидный слой. Это полноценные полинасыщенные жирные кислоты. То есть омега-3 на 60 в коралловном клубе есть, омега-3, 69. Для детей это омега-3 апельсина и жир печени акулы. Скажи, пожалуйста, в это время, может быть, скажи, сколько лицетина, омега или жира ты советуешь? Какую дозу хорошую? Да. Ребята, значит, профилактическая доза, то есть для человека, который находится в состоянии полного здоровья, к врачу пришел, врач ему полностью обследовал, говорит, ну что, что вы сюда пришли, у вас абсолютное состояние здоровья. Тогда профилактическая доза по одной капсуле 4 раза в день. Мы сейчас говорим про коралл, лицетин, коралл клуба. Да. Если у вас на сегодняшний день состояние предболезни или эпидемиологическая обстановка не совсем благоприятная, дозировку можно увеличить 3-4-5 раз. Не надо бояться этого. Организм наш постоянно находится в нехватке, в постоянном дефиците. Поэтому в особенности в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки вы можете смело до 5 раз увеличивать дозу. Мы буквально вчера вели прямой эфир, вот рядом с нами сидит Вилли из Прибалтики, да, тоже покажись, пожалуйста. Да, и вот она вчера сказала, да, одна девушка с ее стороны, говорит, выпила 10 капсул Х-500. Спрашивает, Валера, не будет ли это передозировка? Я говорю, ребята, она себя после этого плохо чувствовала? Да нет, говорит, так классно, энергия, сила с нее упрет, говорит, так классно, вообще супер. Говорю, так и радуйтесь этому. Поэтому, ребята, есть профилактические дозы, то есть то, что дает поддержание состояния здоровья при условии, да, благодарю за улыбку и обратную связь. Да, то, что поддерживает человека в состоянии здоровья, это одно. Или второе, когда организм находится в состоянии предболезни или вокруг окружающая обстановка не совсем благоприятная, скажем так, тогда дозировки можно смело увеличивать по 3-5 капсул 3-4 раза в день. Не надо бояться передозировок. Дальше, то же самое касается омега-3-6-9, тоже касается омеги-3 на 60. До 5 раз можно увеличивать смело дозировку. То есть, если один флакон, вы посмотрите, то же самое коралл-лицетин, 120 капсул, значит, получается рассчитан на 1 месяц. Профилактическая доза, еще раз подчеркиваю, по 4 капсулы в день. Если у вас неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, можно смело дозу увеличить до 5 раз. Я ответил на вопрос? Да, супер. Так, ну и еще, ребята, еще одну вещь я вам скажу в отношении ферментов. Ферменты протеолитические, растительного происхождения. В кораллом клубе это ассимилятор, в кораллом клубе это папайя. В обязательном порядке это тоже нужно, поскольку они еще обладают свойством растворять оболочки всей этой гадности, которая попадает в нам. Грибки, бактерии, просечки, другие паразиты. В обязательном порядке они должны быть у вас. Почему? По нормам, по нормам, Всемирной организации здравоохранения, 80% пищи, которую кушает человек в обязательном порядке, должна быть не прошедшая термическую обработку. То есть это живая пища. Люди делают с точностью до наоборот. То есть 20% должна быть мертвая пища, условно, которая прошла термическую обработку, 80% живая полноценная зеленая пища. То есть пища без термической обработки. Здесь у нас, конечно, в 5-звездочном отеле все это обеспечено, вопросов никаких нет. Но обычно люди делают с точностью до наоборот. И когда мне там бабушки рассказывают, я своему внучку сделал там малиновое варенье, там содержится полный комплекс витаминов. Вот зимой там, если что-то где-то, да, с профилактической целью будет там, чтобы избежать гриппа. Ребята, ну не занимайтесь самообманом. При температуре 56 градусов погибают все ферменты. При температуре 56 градусов погибают витамины. А мы все делаем при температуре 100 градусов. Поэтому надеяться на то, что в этой пище, которая прошла термическую обработку при температуре 100 или выше градусов, содержатся какие-то полноценные компоненты. Ребята, ну не обманывайте сами себя. Поэтому в обязательном порядке должны быть корректоры питания в виде того же самого ассимилятора растительных ферментов и папайи. Почему я говорю именно про ферменты растительного происхождения? Когда-то смотрел рекламу в 90-е годы. Мизим для вашего желудка незаменим. Почему незаменим? Там содержатся ферменты животного происхождения. И когда человек попил их один месяц, почему дальше становится незаменим? Потому что ферменты животного происхождения блокируют выработку собственных ферментов нашего тела. Раз они заблокировали, естественно, мы отдыхаем. Поджелудочные отдыхают, в кавычках, конечно, и вы уже без этих ферментов обойтись не сможете. Что делают ферменты, которые входят в состав ассимилятора папайи? Они под ручку берут нашу поджелудочную и говорят, слушай, пошли вместе, я тебе помогу, мы это сделаем вместе. И вот тогда это просто усиливается, просто выработка собственных ферментов. Это архиважно для каждого человека. Супер! Я думаю, что эта передача тоже опять все, те, которые первый раз услышали, а не услышали, может быть, что-то новое. Те, которые уже знают нашу концепцию, они еще увереннее, понимают, что мы защищены, уверены, что им надо именно делать. Я очень благодарна, что вы сегодня поделились своим опытом, со своими знаниями. Просим всех, если это было полезно, делитесь с другими людьми, потому что мы тут приехали не только отдыхать, но мы поработали на то, чтобы опять поддержать во всем мире людей, которые хотят быть здоровыми и у которых мышление здорового человека. Спасибо вам большое! Пишите комментарии, делитесь и следите за нашими следующими репортажами. Да, ура! Ура! Оставайтесь здоровыми, молодыми, красивыми! Да, ребята, ребята, ну, буквально, Оля говорит, уже все, Валера, да, он мне уже прет, я хочу еще сказать нам, Валера, да, сейчас мы идем купаться, да. Ребята, запомните одну очень простую вещь. Все, что сегодня рассказывала здесь вам, мы могли бы еще несколько часов рассказывать, просто уже пляж нас ждет, да. Поэтому, ребята, все, что рассказывала здесь, это не теория, это не книжные знания, потому что вы любого врача спросите, я когда приехал в воинскую часть, и мне говорят, слушай, ты там с отличием все закончишь? Я говорю, да, все знаешь отлично? Я говорю, да, все забудь, я говорю, все, что ты учился там, будет вот так, вот так, вот так. То есть реалии нашей жизни, они немножко отличаются от этих академических знаний, которые обычно получают и врачи, в том числе, и люди. Мы сегодня делимся только практическим опытом, мы сегодня делимся только тем, что мы сами знаем и то, что мы сами делаем. Поэтому присоединяйтесь, если у кого-то какие-то вопросы есть, не будьте эгоистами, отправляйте эту информацию дальше, чтобы людей, которые неравнодушны к своему здоровью, становилось все больше, больше, больше. С чем мы вас и поздравляем, мы вас любим, и нам очень хочется, чтобы светлячков, людей здоровых, счастливых, классных, становилось на этой планете все больше, больше и больше. С чем мы вас и поздравляем, и до новых встреч, дорогие друзья. Мы вас очень-очень любим. Ура! Благодарю. Классная подача.